всем привет сегодня будет видео на трейдинг и я же его же продублирую на ю тубе ну что да мы с вами были в прошлом обзоре по моему мы тогда еще я говорила протест что будет отскок от 1800 даже этого отскока не было ну что все еще не верите мне в 1800 а кричали мне в комментариях опять про каких-то майнеров что они остановят работу что там ниже 6 биткойн 6000 биткойн не придет это лишь мое мнение и мне не нужно говорить что я не разбираюсь в технологиях майнерства моего очень хорошего знакомого есть своя ферма в канаде который майни тысячи биткойнов и она работает в убыток просто выпущу его потайку бы так она уже очень давно но ее до сих пор там держит в надежде на то что она там что-то там из них там было 5 осталось например 1 и поэтому наверное я немножко в работе действительно крупных майнеров которые майнит от там тысячи десятки тысяч биткоинов я что-то понимаю а большинство тех кто комментирует мне посчитали там какие-то telegram каналы там мелких майнеров которые майнит у себя дома и конечно им будет невыгодно но bitcoin это такой актив где вообще всем все равно на каких-то майнеров и это очень волатильный инструмент нужно 20 раз всегда думать о том стоит ли вам вообще торговать его если вы хотите торговать то только очень аккуратно мы упали и посмотрите никто вообще мы упали вообще на колоссальное просто количество процентов там до 3500 я смотрю только битмакс до 3500 мы упали за два-три дня какое задаться два-три дня что я могу вам рассказать из инсайдов американских в америке те кто по-настоящему крупные игроки никто не выводит биткойны все остаются в биткойнах я говорю про тех кто купил битки сейчас по 700 не сейчас а раньше там давно по 700 долларов по 1000 долларов по 1300 один мой знакомый у которого много биткойнов и он действительно считается крупным игроком он купил по 1000 наверное и он ничего не вывел то есть выводит сейчас в панике то что случается с коронавирусом выводит ну такая средняя толпа миллионеров например там а у кого там 10 миллионов битки и они просто выводят те кто действительно покупал ниже они ничего не делают но в чатах уже вовсю начинают хоронить опять биток одно и то же каждый раз ничего абсолютно нового никаких новых идей у всех паника у всех сливы с этим коронавирусом и все что могу сейчас посоветовать вам я потому что я уже видела там многих название видео там bitcoin мы на дне bitcoin там покупайте по 3 500 самое глупое что вы можете сейчас делать это а скальпить потому что но это не время рынок очень волатильный и он просто в обе стороны но я думаю что многие вчера вечером у меня вечер был видели что происходило на битмакс когда битмакс просто встал на там 10-15 минут я думаю что просто начали наливать вал это ликвидность вот начали добавлять ликвидность потому что на рынке просто бирже просто в ноль все сливали послевали поэтому они приостановили на какой-то момент торги и начали наливать ликвидностью даже я заходила уже в шорт когда у меня пол заявки обработалась а половина нет и написала что из-за нехватки ликвидности типа ваша заявка только на 50 процентов наполнилась поэтому самое глупое что вы можете сейчас сделать это скальпить во вторых торговать лонг вы когда торгуете лоб вы должны помнить о том что вы торгуете контр-тренд и вы можете видеть сколько сейчас лонгов ликвидируется и ликвидируются большие суммы те даже которые могут посидеть немножко в лонгах а копейки которыми там тысяча две тысячи долларов они ликвидируются моментально поэтому ни о каких лонгах сейчас речи быть не может торговля только по тренду если вы не уверены себе лучше переждать вообще пока рынок просто остановится и снизится волатильность то есть ждите пока движение начнутся мельче и начнутся уже мельче на дневном графике как например было это вот здесь вот вот в этой точке очень маленькие были свечи была остановка движения мы здесь сделали импульс в этой точке сделали импульс а в этой мы начали замедляться это и есть спад волатильности только тогда можно рассматривать какие-то возможности разворотов третья вещь которую самую глупую вы сейчас можете делать если вы действительно хотите научиться торговать это пытаться вот здесь вот расставлять лесенки на лонги но это просто идиотизм по другому это никак не назовешь вам рынок всегда дает и зайти возможность и выйти да вы пропустите там время пропустите часть какую-то движение здесь рынок дал выйти всем если вы здесь не вышли здесь рынок дал выйти всем в этой точке он всем дал зайти правда ведь в этой точке он всем дал выйти но просто вы настолько думаете что там трейдер уровня бог вот поэтому начинать вот и никакая я не поверю что эта стратегия опять же это только мое мнение это мое видео мой канал где я высказываю свои мысли они могут не совпадать с вашими либо резонировать с какими-то вещами которые вы слышали ранее но вот по мне как бы так я пробовала все эти вещи про которые говорю я и контр тренд торговала я его так позицию на свечах добирала и это не про трейдинг совершенно вы ничему так не научитесь одно дело когда вот здесь вот начинать набирать лесенкой а вы знаете куда он упадет вы знаете до каких уровней он упадет а если он придет ну 1800 конечно то у меня там есть один уровень но это может быть очень кривая такая 1800 там 200 он остановится либо он сейчас уже остановился но вы знаете когда дно а если он пойдет еще дальше что тогда вы будете ждать ликвидацию либо будете ждать год пока он восстановится вы не знаете на каких до каких точек он дойдет я уверена что никто не станет говорят что в апреле с коронавирусом будет еще хуже и конечно если они хотят сейчас часть заходжироваться в bitcoin естественно они будут опускать цену ровно настолько чтобы хватило ликвидности а ликвидности на рынке сейчас очень и очень мало ужасный спред на битмаксе между ценой и индексом на битмакс между индексом и ценой огромный разрыв биржам дайте восстановиться дайте выпустить пар что вы торгуете никаких лонгов никаких вот этих вот наборов одно дело когда остановилась и началась какая-то там консолидация может быть даже с повышением каких-либо максимумов тогда можно здесь здесь и здесь набирать свою позицию в этой точке можно было набирать шарты но вот тут вот расставлять эти лесенки все это убийство для депозита я вам серьезно говорю никто так из трейдеров не делает потому что нас настоящих трейдеров кого я знаю никто так не делает потому что но это абсолютно никакой стратегии для меня bitcoin еще падение не закончилось если она закончится я это увижу увижу это по определенным паттерном увижу это по свечам сейчас смотреть только час потому что на 5 минутки происходит жесть никакого скальпинга и если вы сейчас даже не вы сейчас если bitcoin вот здесь вот была хорошая точка входа в шорт даже если вот на тест даже не натягивая объемы я понимаю что объемы сейчас будут показывать например а если мы возьмем давайте час возьмем да не давайте возьмем 4 часа если вы вдруг натянете профиль объема то он будет показывать вам два проторгованных объема вот в этой части вот в этой части и вот в этой части и это ну и естественно конечно вот здесь у вас будет примерно такой профиль объема почему он абсолютно можно и без профиля это понять вот здесь совершается много 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 позиций крупники эту позицию либо сбрасывают либо набирают а когда уже здесь летит цепная реакция уже летит вся мелочь и весь ритейл крупники на таких вещах не летят конечно потерялись очень многие деньги многие хедж-фонды на крипте развалились ну потому что они торгуют по такому же там техническому анализу дальше поэтому хорошая . я ее не могла увидеть потому что у меня но я спала а я вы уже никогда не расставляю меня было еще такая такая до сих пор ночь и вот здесь можно было попробовать зайти например опять же в short потому что все точки входа должны быть в short до тех пор пока не появятся признаки разворота потом расскажу про признаки разворота вот здесь можно было хорошо от ложного пробоя зайти и попробовать с очень коротким стопом даже без убыток перевести но что будет твориться все равно я пока здесь не хочу заходить я хочу чтобы пришел например протестировать вот этот вот уровень конечно будет круто если он мне там покажет какой-нибудь например вот здесь вот паттерн и здесь можно попробовать еще разочек зайти но помните про бешеную волатильность ликвидировать позиции будет в секунду просто особенно если вы не ставите там типа я без стопов сейчас в лонг зашел сейчас все будет вот интересно было бы очень видите интересно 6000 как он протестирует то есть потому что все самое такое жесткое как раз таки началось вот от этого уровня все еще было более или менее контролируемое все что уже неадекватное она уже шло от уровня 6000 там уже лили все да конечно мы видим эту проторговку на 7 800 на 7000 но все равно хотелось бы какого-то ретеста вот этого объема посмотреть вообще есть там кто-нибудь живой в рынке или нет по то что вы видите сейчас это не открываются лонги это закрываются шорты и это тоже дает рынку какой-то поход наверх никакой ловли дня на потом не говорили что-то там про объемы если например мы возьмем сейчас объем что там объемы самые высокие вообще в истории человечества если вы возьмете июль 19 года вот здесь объемы были намного повыше размер свечи не имеет значения имеет значение повышенный объем посмотрите насколько здесь было меньше свеча а это ведь тоже вот смотрите да по сравнению с вот этим какой был спред свечи небольшой но сколько было объемов там ну и посмотрите спред например свечи в этой части объемы все равно меньше посмотрите причем насколько меньше значит порох в рынках еще есть и он может давать более интересные результаты чем ну просто уже тут конечно тянули как могли то же самое здесь да конечно объемы сейчас повышенные смотреть на объемы вообще никакого сейчас смысла нет потому что объемы не работают мы слишком сильная волатильность и такой волатильности на рынке не было давно многие паттерны перестают работать никакие уровни сейчас не работают никакие исторические уровни не смотрите это вообще все сейчас бесполезно то есть то что я там раньше рисовала можно смотреть уровни начиная вот отсюда, вот отсюда стройте какие-то новые локальные уровни на 15 минутках, на часе, на 4 часах, но они начнут появляться, нормальные какие-то уровни технически начнут появляться тогда, когда остановится инструмент и начнет что-то показывать, как бы лучше пока на самом деле не торговать, то, что вот смотрите, вот эти уровни уже бесполезные, вот это все бесполезное, ну и естественно и вот это тоже все бесполезное, они сейчас, они не работают, при таком сливе обновятся абсолютно алгоритмы, и я уверена, что фьючерсы закроются внизу, потому что фьючерсы, когда открывались контракты на фьючерсах, уже все понимали о том, что будет введено чрезвычайное положение в Америке, сегодня Трамп через пару часов, через полчаса Трамп будет давать конференцию, и я не знаю, как это повлияет на рынок, потому что возможно он захочет там ввести чрезвычайное положение, а возможно он скажет, все прекрасно, мы победили коронавирус, и тогда все взлетит вот так вот, но я не верю в V-образные развороты, я не верю, что после таких падений одной свечой все развернется, хотя это биткоин, у него может быть все что угодно, и вы должны быть к этому готовы, У нас просто творится какая-то абсолютная паника, и в магазинах стоят люди в очереди, покупают соки, пиццы замороженные, покупают какие-то полуфабрикаты, 5 упаковок сока, ну американцы в принципе любят закупаться, а то, что зашел коронавирус, все такие немножко, ну то есть я вот ничего не купила на самом деле в себе про запас, Потому что я знаю, что всегда будут продукты, но невозможно просто сходить за продуктами, потому что в очередях нужно стоять по 3 часа, и люди просто не справляются, эти пустые полки, это вообще И многие пишут, что паника только началась, и паника начнется, и ее самый такой, самая сильная концентрация этой паники будет в апреле месяце Возможно это так, возможно это нет, что нам нужно сейчас? Нам нужно адаптироваться под эту ситуацию и смотреть, что будет Одна свеча на биткоине сейчас может спокойно ходить в 800 долларов, то есть это, ну это же ненормально, часовая свеча Вот, поэтому все эти уровни сейчас не работают, кто вам будет там показывать разволновку, там вот такие уровни, сейчас мы придем, здесь мы пришли к вот этому уровню Все это сейчас чушь, потому что слишком сильное движение, и те, кто вот здесь вот набирали движение, их сейчас нет Вот, их либо нет, либо они себя не показывают Все, что вы можете, это строить историю на биткоине заново Отличное начало для того, чтобы начать торговать, но только не сейчас, а когда он покажет признаки разворота Вы хотели там на 3500 все скорее купить, а когда, кстати, мы были на 6000 год назад, я тогда первая, наверное, сбросила прогноз о том, что будет 3500 И меня тоже тогда кричали, что ой, ну какая ты дура, ты не разбираешься в блокчейне, в технологии, ну и так случилось Потом на 8000, я сказала про 1800, мы уже практически к ней опустились, и все мне тоже кричали, что я в технологиях не разбираюсь Опять же, это только мое мнение, это только так, как я это вижу, я это вижу как трейдер, я не верю в технологию Может быть, они действительно знают, что еще сильнее упадут рынки, хотят захеджиться, и поэтому как бы льют биткоин Либо его льют, просто потому что никто сейчас в него не верит, и он никому не нужен Но действительно крупные игроки никто не сливает, все держат рынок Вот, смотрите, уровни вот от этой части, ничего нового Вот берете 15 минутку себе, например, и рисуете тесты Вам важны тесты сейчас, тесты и как эти тесты проходят Вот у вас был слив, кстати, хороший был, да, флэт такой довольно Хороший был флэт на этот, о боже, а, не тот компьютер Хороший был здесь флэт, от которого мы пошли Дальше рисуете себе какой-то новый локальный уровень, то есть вам нужно смотреть рейд тесты Индикаторы сейчас ничего не покажут, объемы сейчас ничего не покажут Просто потому что это нестандартная ситуация для криптовалюты Мне очень интересен ретест вот этого, мне бы все-таки хотелось увидеть Что там будет происходить, тогда будет понятно И то же самое, вот это была хорошая точка входа для того, чтобы зашартить Даже если ее выбьют, все равно точка входа была хорошая, потому что пришли на ретесты Вот так вот, никакие ничего не трендовые сейчас не будут работать, потому что волатильность сильнейшая Я уже 75 раз вам об этом сказала Надеюсь, на 80-е вы услышите, что я имею в виду Не смотрите никакие каналы, которые говорят, закупаемся, где откупать дно Они сами не знают, но просто так говорят, потому что видят там какие-то исторические уровни Никто не знает, где сейчас откупать битов Мне даже кажется, что такие, которые действительно крупные У которых там 5, 10, 20 миллионов в крипте, они тоже не знают, куда она упадет Потому что это, ну, считайте, что это кризис, вы же ждали все кризисы Вот он и наступил Но однозначно для нас это лучше, что чем сильнее он падает, тем лучше он будет расти И тем выше он еще пойдет, и тем сильнее будет тренд Главное поймать разворот тренда Он всегда вам даст зайти И будем уже смотреть по ситуации, пусть он пока хотя бы успокоится Тем более, ну, сделайте себе выходной Суббота же, это же каникулы эти, выходные на семье Вот, поэтому можно будет просто посмотреть Мне бы хотелось, конечно, увидеть такого там недельного вяло текущего отката Чтобы потом еще раз заширотить Если я вижу точку входа в шорт Ну, на эфире тут даже нечего рассказывать Все повторяется за биткоином Вот, у эфира вот зона Смотрите, куда пришла эта свеча Я думаю, вы тоже видели, как на битмексе она вчера была Вот мы эту зону пробили Зоны не меняются абсолютно Вот мы эту зону пробили Смотрите, как мы к ней четко пришли Раз, два, три Оттестировали То есть, видите, как вот Как иногда можно научиться Грамотно рисовать зоны И понимать, что ты рисуешь А не просто там какие-то уровни Оттестировали эту зону И вот здесь еще была точка входа Была масса Здесь была хорошая точка входа Огромное количество Но никто не знал, что криптовалюта так сильно упадет Даже я не знала, что такой будет большой слив Когда там я увидела просто мой 40% Я просто не поверила своим глазам Серьезно Вот И поэтому тут то же самое Да, это, конечно, кто-то заходит Кто-то покупает Если есть продавцы, значит, есть и покупатели Вот Ну, а рынок очень волатильный И рынок до сих пор еще У него есть объемы здесь на пиках Это значит, что предложения еще на рынке есть Ну, уже хотелось бы какого-то спокойствия подождать Хотя бы, чтобы пару теньков просто утихомирился Ну, будем смотреть, что там Трамп сегодня объявит Вот такой вот обзор Подписывайтесь Самое лучшее время сейчас, на самом деле, это пойти ко мне в апреле учиться Потому что это то, что вам действительно поможет в вашей торговле Не просто там какие-то рассказы непонятные Какая-то непонятная торговля Это то, что поменяет ваш вообще, в принципе, взгляд на рынок Ссылка будет в описании к этому видео Так что приходите Я готова Вы тоже должны быть готовы Все, всем спасибо большое за обзор Всем удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!